Всем привет! Устраивайся поудобнее, смотри самую свежую подборку студенческих новостей. С тобой я, Анна Глазунова, и сегодня ты увидишь. Искусственный интеллект. Правда или вымысел на глобальный вызов современности, ответят Intel и Казанский федеральный. В КФУ отметили 111-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие первой международной конференции КЭЗН АПЭКС-ПРО-2017. В научных кругах все больше экспертов по нанотехнологиям соглашаются с тем, что люди достаточно близки к величайшему изобретению века – становлению искусственного интеллекта. Действительно ли оно станет началом новой эпохи или же наоборот приблизит закат жизни всего человечества, выясняла наш корреспондент Аделя Шамилова. Конференция Intel Software 2017 HPC Code Modernization Artificial Intelligence, проводимая Казанским федеральным университетом совместно с крупнейшей IT-компанией мира Intel, начала свою работу. В течение мероприятия приглашенные спикеры представляли передовые модели программирования и новейшие программные инструменты компании, необходимые для достижения максимальной производительности завтрашнего дня. Второй день конференции посвящен искусственному интеллекту, то есть машин-леунинг, бих-леунинг и так далее. Что это немаловажно, это абсолютно новая область, там еще хороших разработок мало, это прекрасная возможность создавать свои стартапы, сделать что-то такое прорывное, выдающее, стать новым Биллум Гейсом, Сукербергом Марком, Сергеем Брином, поэтому слушайте внимательно. Стоит отметить, что у директора по продажам и маркетингу Intel состоялась встреча с ректором Казанского федерального Ильшатом Гафуровым. Это уже не первый визит господина Деваргни в КФУ. Тем не менее, сторонам было что обсудить. А именно, корпорация Intel активно продвигает собственную систему искусственного интеллекта. В связи с этим компания выступила с предложением принять в обработку систему базы данных различных научных исследований, проводимых в КФУ. Это позволило бы Intel развивать и обучать свою разработку, а университету по-новому структурировать большие объемы текущей информации. Современные технологии приходят в вузы, в высшие учебные заведения, что наши студенты, наши партнеры-работодатели здесь, в одном зале, и будут сегодня слушать и активно осваивать современные технологии от компании Intel. На конференции представители компании Intel отметили, что полностью готовы вложить время и силы в совместные исследования. Это, несомненно, даст новый старт для совершенно новых исследований на более высоком уровне. На сегодняшний день в России пока что не существует специализированной программы по подготовке специалистов, готовых работать с искусственным интеллектом. Успешный опыт такого взаимодействия корпорация имеет только в США. Но это только пока. Как резюмировали представители крупнейшей IT-компании, у КФУ есть все шансы стать примером успешного сотрудничества Intel в России. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Поэту-героям Уссе Джалилю исполнилось 111 лет. Как Казанский федеральный почтил память татарского поэта, узнаешь в следующем сюжете. Татарский поэт – герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии. С его творчеством знакомится еще в детском саду, а в школах и университетах посвящают ему поэтические вечера. Муса Мустафович Залилов или по-другому Муса Джалиль. Именно так многие его знают. Он родился 15 февраля 1906 года, поэтому этот день уже стал особенным для многих жителей Татарстана. И Казанский федеральный не стал исключением. В нашем университете татарского советского поэта чтят и помнят. В ректорском садике КФУ прошел поэтический митинг и возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля. В нем приняли участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Радив Замалединов, председатель Союза писателей Данил Салихов, а также преподаватели и студенты. А в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 111-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля, где студенты и преподаватели прочли стихотворение поэта-героя. Мероприятие примечательно тем, что оно проводится совместно с центрами Института Каюма-Насыри. Сегодня мероприятие, которое проводится в актовом зале нашего Казанского филологического университета, транслируется во все центры Института Каюма-Насыри. У них в каждом из центров тоже проводятся мероприятия. Они будут видеть как нас, так параллельно будет проходить мероприятие у них. Мусы Джалиля оставил большой след в истории и татарской литературе. И сегодня почтить его память собрались и те, кто неравнодушен к его творчеству. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 15 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялось открытие первой международной конференции Казанапэкс-Про. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В среду 15 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошло открытие первой международной конференции Казанапэкс-Про 2017. Во-первых, в нашем Казанском федеральном университете очень мало конференций проводится на нефтегазовую тематику. И мы решили взять инициативу в свои руки и сделать что-то новое от нашего отделения общества инженеров-нефтяников. И мы считаем, что так должно поступать каждое отделение инженеров-нефтяников для того, чтобы качественно продвигать нашу науку и нашу нефтегазовую отрасль. В этот день в университете можно было встретить представителей самых различных высших учебных заведений России. Всего на конференцию приехало более 70 участников. Конференция не зря носит статус международный, ведь в ней приняли участие студенты из дальнего и ближнего зарубежья, которые проходят обучение в российских вузах. Стоит отметить, что Институт геологии и нефтегазовых технологий входит в приоритеты направления «Альма-Матер» – стратегическая академическая единица «Эко-нефть», которая, несомненно, тесно связана с институтом. В прошлом году в нашем университете была создана такая стратегическая академическая единица. Ее основная цель – это как раз разработка, генерация и распространение новых технологий для добычи, возразведки, переработки углеводородов для нефтехимии и газохимии. Это один из таких драйверов нашего университета. Я в своем, так сказать, приветственном слове хотел вас немного познакомить, поскольку направления этой конференции очень тесно переплетаются с теми направлениями, которые здесь реализуются в Казанском университете на базе стратегической академической единицы. Международная конференция «Casin App Expro» и лишь для студентов «Upon Experience and Profession» пройдет в Казанском федеральном университете с 14 по 17 февраля. Итоги будут подведены 16 февраля в императорском зале. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универа Ньюс. В КФУ прошла встреча журналистов, пиар-специалистов и ученых, которым не все равно на популяризацию науки в обществе. Если ты хочешь, чтобы наука была в моде, стань научным коммуникатором. А как – смотри далее. Научный коммуникатор так называют героев, благодаря которым наука становится востребованной в обществе. Они понимают, как устроен рынок меди и мир науки. Они не ученые, но хотят сделать ученых героями нашего времени. Сейчас таких специалистов в России мало. Одним из редких сообществ пиарщиков в сфере науки является РВК «Коммуникационная лаборатория». Представители этой организации встретились с казанскими журналистами, пиар-специалистами и учеными в КФУ. Два года назад начали путешествовать по регионам. И ездим в основные такие крупные города, где есть центры науки. И, конечно же, федеральные университеты в городах становятся первыми претендентами выступить площадкой. А если еще проявляется заинтересованность с их стороны, то, конечно же, это потенциальное партнерство. И мы всегда рады приехать в гости. На лекциях слушатели узнали, как коммуникации могут воздействовать на репутацию и научную эффективность вузов. Гостью вечера стала и Санкт-Петербургский исследовательский университет ИТМО, который активно стремится сделать науку общедоступной. Университет ИТМО и Казанский федеральный совместно работают над проектами популяризации науки. Нам интересно вместе развивать научную коммуникацию в России. Не сидеть в каком-то пузыре, делать это в собственном городе или в собственном университете. Делать это глобально, масштабно, на федеральном уровне. Мы пытаемся наладить диалог между разными аудиториями. То есть не только, допустим, обывателем и ученым, а, допустим, между ученым и бизнесом, между ученым и представителем власти, ученым и, может быть, ученым. То есть, на самом деле, научная коммуникация, она объединяет все возможные форматы. Научным коммуникатором, кстати, может стать каждый, кому интересна наука или журналистика. А главное верить, что наука – это модно. На этом у меня все. Будь в теме студенческой жизни. Смотри универньюс. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!